Заблуждение, что прокрастинация это только пролень, панический монстр, который говорит, аааа, еще сложнее заставить себя работать, что вы делаете какую-нибудь фигню, то ли вы ее провалите, то ли вы ее не провалите, пока не приступил дедлайн. В этой ситуации вы перестаете себя грызть, как бы обмануть мозг. Бестелье гораздо лучше, чем прокрастинация, страх умереть под забором от голода и вы уже смирились. Не понимаю, зачем люди вначале просто запускают набор слов рандомный. Не, мне интересно. Интересно, в чем фишка рандомного набора слов вначале, я просто, я, как бы, сколько она идет, 34 минуты, секунды, простите, 34 секунды на ветер просто. С тем, что делать, это все равно придется. И может быть вам правда нужно все это бросить к черту, дальше будет уже как-то легче. Существует ряд факторов, которые хорошо и надежно предсказывают жизненный успех, которые позволяют сделать довольно обоснованные предположения о том, какой человек собьется и умрет в бедности под забором, а какой человек получит хорошее образование, построит блестящую карьеру и закончит свои дни, я не знаю, на вилле с бассейном. Среди факторов, предсказывающих жизненный успех, самый заметный, это самоконтроль. Да ну. Большинство там актеров, футболистов, хуистов, у них не самый высокий уровень самоконтроля. При этом огромное количество нищих преподавателей в России, у них хороший уровень самоконтроля. Серьезно? Наряду с интеллектом. Там люди, которые... То есть ты сейчас серьезно, еще и интеллект сверху. То есть огромное количество величайших, умнейших людей, сейчас они нищие на самом деле. То есть там, не знаю, доктора, кандидаты разных наук, многие из них нищие бы, блядь, по всему миру, смиритесь, блядь, с этим. Окей, закончат жизнь на вилле, можно предсказать. Соси хуй, если это реально... Если наука так говорит, наука хуй сосет. Это абсолютно противоречит обыденному опыту любого нормального человека. Которые обладают самоконтролем, как правило, добиваются существенно больших жизненных успехов в любой области, которой они решили свои усилия посвятить. Про это много пишут. А, ну понятно. То есть про Вилу она лишнего, короче, сказануло. Но за словами-то мы, сиентисты, не следим. Нам похую, как говорится. Мы не будем четко формулировать высказывания в духе, вот, в своей области. Да, сначала надо было так и сформулировать данную тему, мол, в своей области он добьется, там, наибольших успехов. При том, что его область может быть, например, быть дворником. Быть дворником, например. Да, вот он пришел дворником. У него неебический интеллект и классный самоконтроль. Наверное, он добьется успеха и будет дворником. Самым лучшим дворником в мире. Может быть, он станет хакаги среди дворников, но при этом сферу он выбрал, ну, дворник. Ну, окей. Окей, наверное, да. Пример Стивен Пинкер в своей книжке «Лучшее в нас» о том, что тренды по увеличению благополучия общества, такие как даже снижение насилия в обществе, связаны с тем, что повышается уровень самоконтроля. Я думаю, что, в общем и целом, современная система образования и работы и профессиональных мотивов не очень сильно заточена. На то, чтобы помогать людям бороться с прокрастинацией. Потому что здесь какой-то такой циничный принцип, типа, выживает сильнейший. Типа, если ты не можешь справиться с прокрастинацией, то и сиди на низкооплачиваемой скучной работе, зачем нам неудачники? А если ты не то чтобы не испытываешь прокрастинацию, но как-то способен с ней вовремя справляться любой ценой, то тогда у тебя больше шансов на то, чтобы построить какую-то хорошую карьеру, получить какое-то хорошее образование. То есть, в каком-то смысле способность бороться с прокрастинацией служит как сита. Я даже не знаю, чем я укладываю. Как инструмент отбора. В каком-то смысле просто более успешными. В среднем становятся те люди, которые не то чтобы не испытывают прокрастинации, но все-таки находят и придумывают для себя. Ну, я не испытываю прокрастинацию вообще никогда. Но, например, я занимаюсь теми вещами, которые скорее не ведут к успеху. Ну, например, литература. Кому она сейчас нужна? Кому нафиг нужна литература? Да никому. Да, какие-нибудь способы с ней бороться. Но при этом, когда мы говорим о прокрастинации, тут есть много разных ее определений. Мне нравится такое, что прокрастинация – это когда вы занимаетесь не тем, чем вы должны были бы сейчас заниматься с вашей собственной точки зрения. То есть, прокрастинация – это всегда признак некого. Я всегда занимаюсь тем, чем я должен заниматься со своей собственной точки зрения. Даже когда я в игры играю. Даже когда я играю в игры, я играю в игры целенаправленно. 4К на что закинули? На то, чтобы я приехал в Белоруссию и занялся сексом с Никитой, трактиром знаний, наконец-то. Как-то так. Какой же я ужасный человек, да? Какого-то внутреннего конфликта. У вас есть какая-то часть вашей личности, которая считает, что вы должны делать вот это, вот это и вот это. И у вас есть какая-то другая часть вашей личности. Которая выбирает в тот же момент делать что-то совершенно другое. И вы сами собой недовольны. Я, кстати, не понимаю, как вообще такое может получаться. Иван Зи пишет. В смысле кому? Полно людей, которые читают художественную литературу. Иван Зи, смотрите. Значительная часть из людей, которые читают художественную литературу, они читают хуйню. Ну, типа там, танцового, хуецового. То есть, попсовую литературу современную. Другая там, большая тоже часть. Два больших куска читателей. Читают попсу, читают классику. Читайте, да? Я не классик, я в современном мире живу. Как бы меня читать уже не будут. Все. Смотрите, Иван. Вы мгновенно отсекаете гигантское количество читателей. Все. В среднем любой относительно популярный писатель, любой относительно популярный писатель зарабатывает довольно мало денег. Не считая Джоан Роулинг и некоторых очень звездных персонажей, да и даже Джоан Роулинг, как звезда всех звезд, пизда всех пест на вершине, ну, в общем-то, олимпа писателей, она получает все равно значительно меньше, чем многие другие, в общем-то, люди из других сфер, типа, там, актеры, режиссеры, топовые, самые топовые в мире и так далее, так далее, так далее, чтобы вы понимали Иван Зи, понимаете? Обычный писатель, да даже тот же, блядь, Сапковский, он вроде не самый богатый тоже мужик во вселенной, то есть, ну, хотя тоже звезда вообще-то, хотя тоже звезда литературного мира. Средний такой писатель, достаточно успешный, не получает, ну, почти ничего по сравнению с представителями других, как бы, ну, в общем, направлений. В современную литературу считают хипстеры, если станешь модным писателем, будешь жить безбедно. Да, но сложностей здесь куда больше, потому что хипстеры в основном считают какого-нибудь там Пелевина. Иван Зи пишет, ага, Пелевин, например, мало зарабатывает, кстати, вполне возможно, что Пелевин зарабатывает не очень много, хотя он издает, смотрите, Пелевину приходится раз в год издавать книжки вообще-то, как минимум, что, в принципе, способствует тому, чтобы хоть что-то зарабатывать. Но в любом случае, понимаете, мало-немало, все относительно, в данном случае, писатели зарабатывают обычно меньше. И пробиться сложнее. Конкуренции много, все хотят быть писателями, много кто хочет быть писателями, куча народа хочет быть писателями. И при этом, как бы, денег там не то, чтобы максимальное количество крутится. Так что тут сразу несколько факторов, которые в целом мешают. И да, есть такие люди, как Пелевин, которые, ну, откусывают значительную часть рынка, и с ними придется конкурировать, выходя на рынок, в общем-то, продукции. Ну да ладно. У вас конфликт мотиваций. Вы, с одной стороны, хотите немедленного облегчения, немедленного вознаграждения от того, что вы делаете какую-нибудь фигню. Вам от этого на короткое время становится лучше. Но одновременно, в долгосрочной перспективе, у вас от этого нарастает стресс от того, что... Нет, при том, я вот честно, на сильной прокрастинации, я не совсем понимаю людей, которые ее испытывают. Вот если мои зрители, они испытывают прокрастинацию, друзья, может быть, это дело вашего отношения. Может быть, вот вы хотите, вот вы сейчас сидите, играете в доту. Может быть, вы и хотите играть в доту, например. Ну, допустим. Может быть, и в этом и есть смысл, да, играть в доту. Может быть, вы работаете для того, чтобы играть в доту, а не играете в доту для того, чтобы работать, например. И вам немножко стыдно за то, что вы, ну, не работаете. Но в доту-то вам играть хочется все-таки, в доту хочется поиграть. А вот эта вот хуйня, я там, не знаю, программист, менеджер, хуенеджер, там, супер, там, паблик-енеджер какой-нибудь или кто-нибудь еще, да, инженер, хуинженер, там, и так далее. Ну, это вам не особо интересно, на самом деле, в итоге. Ну, типа, да, я там хуйню это делаю. Ну, короче, короче, да, такое, соответственно, раздвоение личности, что ли, происходит ввиду того, что вы вроде бы хотите и на работе работать, и деньги за это получать. А ну, на самом-то деле, вы в доту хотите играть, и вы называете доту прокрастинацией. Вот. То, что вы все не делаете и не делаете того, чего нужно, из-за этого вы начинаете себя ненавидеть, из-за этого вам еще сложнее заставить себя работать, потому что вы уже себя ненавидите, и так по кругу до тех пор, пока не подступил дидлайн. Главное заблуждение, что прокрастинация – это только про лень и только про плохой тайм-менеджмент, а причины глубже. Прокрастинация – это, в первую очередь, про тревогу и страх. Главная проблема в преодолении прокрастинации в том, что, действительно, мозг неоднороден. У нас постоянно есть множество разных противоречивых устремлений, которые находятся в непрерывном внутреннем конфликте друг с другом. В этом смысле... Ну, у меня нет. У меня мало противо... Ладно, может быть и найдутся, но их не то, чтобы сильно много. И у меня все решено заранее, если можно писать, я пишу. Но вообще без рендов. В смысле, несмотря на то, что про прокрастинацию написано много академических статей, на самом деле, лучшее, что про нее написано – это пост в блоге Тима Урбана. Тима Урбана предлагает вообразить трех противодействующих друг другу существ. Во-первых, есть решено... Ну, если вам суп нравится смотреть шадово, вы не прокрастинируете. Если вы какую-то информацию отсюда добываете, вы не прокрастинируете. Если вы считаете, что это полезно, и вы тратите свое время с умом, вы не прокрастинируете. А вот если вы сидите, и у вас там, блядь, я смотрю шадово, сука, у меня ломка, я хочу смотреть шадово, но я не хочу смотреть шадово! Мне нужно варить суп своему мужу, там, например, да? Я не варю суп, я смотрю шадово. Вот это уже похоже на прокрастинацию. Кому вообще нравится смотреть шадово, тебе, Никит. The Season Maker – рациональный принятел решений, человечек, который стоит у любого колеса и хочет, чтобы мы пришли к нашим целям и к нашим задачам. Насет нам немедленную радость и немедленное удовольствие. И, как правило, довольно сложно ей сопротивляться, потому что... Я всегда... Слушай, у меня такого хуйни нет. Эволюционировали мы в таких условиях, в которых немедленное вознаграждение было важно. А будет ли какое-то будущее вознаграждение, это еще бабушка нам твоя сказала, потому что жизнь была опасна и ненадежна. Если вы нашли тортик, лучше съесть его сейчас в дикой природе, а не думать о том, что когда-нибудь вам понадобится быть стройным, здоровым и красивым. И обезьянка немедленного вознаграждения, как правило, побеждает до того момента, когда приближается дедлайн. И когда приближается дедлайн, то на первый план выходит паник-монстр, панический монстр, который говорит «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Это наука сейчас идёт или это комикс какой-то детский? Это Ворвуд, короче, Ника рисовала? Что за хуйня вообще? Что происходит? Я как бы... Не, ничего не имею против литературщины, но если это реально в какой-то научной статье такая хуйня, ну, это не научная, это антинаучная статья была бы. И то, что она сейчас говорит, это... Это антинаучный стиль, скорее. Ну, изложение информации, по крайней мере. Это действительно антинаучно во всех смыслах. Ну, такие вот образы, метафоры. Это допустимо, это возможно, я не против этого ни в коем случае. Но в рамках науки это плохо. Рациональный принятель решений говорит... Дальше аукцион. А! И обезьянка говорит А! И обезьянка убегает, а рациональный принятель решений с выпущенным от страха глазами под действием панического монстра вцепляется в ролевое колесо и всё-таки что-то делает. Так этот блогер, насколько я понимаю, Никита, он типа сантис, наверное. Не просто же так его взяли? Но проблема здесь в том, что... Ну, какой-то научный блогер. ...что качество выполнения работы, как правило, уже оказывается ниже вследствие того, что всё это делается в последний момент. То есть вы формально что-то делаете. Ну, она не засланка, она... То есть эта девушка училась в СПБГУ, в принципе, там же, где я. И нет, мы с ней не то чтобы пересекались, она училась немножко раньше, чем я. И, в принципе, она обычная девчушка, которая, в общем-то, пропиарилась. То есть она написала хуёвенькую книжку про пропаганду науки. Ну, как пропаганду, но вот про продвижение, просвещение научное. И эта книжка взлетела и, в общем-то, потащила Асю за собой. И Ася стала лицом современного научпока. При том, что она не самое худшее лицо современного научпока, честно скажем. Даже иногда по сравнению с Дробышевским и Панчином. Она проявляет здравомыслие. Она реже высказывается на те темы, в которых она ничего не смыслит. Она реже спорит там по религии, астрологии и прочим интересным вещам, в которых она ничего не понимает и поэтому и не спорит. То есть у неё такой более просветительский реально проект. Она именно просвещает без борьбы, реже с борьбой, так скажем. Реже воюет, больше распространяет информацию какую-то. А вот у Панчина и Дробышевского у них очень сильно, часто шкалит. Они начинают, о, бля, религия, ууу, плохо. Хотя ничего не понимают в ней. Вот как-то так, о, астрология, плохо. А что там за тезисы в астрологии? Ну, они оба даже не пытались читать, им это просто неинтересно. Они видели в гороскопы какие-нибудь, где-нибудь там в этих, ну, вы знаете, в газетках и всё. Но при этом оно могло быть... Ну, то есть это не исключает Никита того, что Дробышевский может быть неплох в антропологии, он может быть довольно неплохим лектором на самом деле. Но оба и Панчина и Дробышевский, причём Панчин чаще, они лезут в те темы, в которых они ничего не понимают. И это, ну, такое все. Гораздо лучше. И вот эта история, которую придумал и описал Тим Урбан, она великолепна тем, что она идеально соответствует современным представлениям о том, как устроен мозг. Тому, что говорит нам наука не экономика, о том, что в мозге есть разные противоречащие области. То есть условно мы можем считать, что обезьянка немедленного вознаграждения – это прилежащее ядро. Центральная часть системы вознаграждения, действительно она так называется, которая хочет немедленного... Да и привет, Настюшенька. ...с дофамина, немедленного радостного удовольствия. А панический монстр – это амигдала, мандалевидное тело. Центр, связанный с эмоциями, особенно с негативными, особенно со страхом. И в тот момент, когда дедлайн близок, она может живо себе представить, что мы умрем под забором, когда не справимся с этой работой. И начинает перевешивать в принятии решений, отправлять больше импульсов в единицу времени, чем прилежащее ядро, которое хочет веселиться. А рациональный принятие решений – это наша лобная кора. В первую очередь, бирзолатеральная, префронтальная кора, которая получает сигналы от того и от другого. И, соответственно, решает, что сейчас важнее – повеселиться или не повеселиться. Вот на самом деле я не совсем понимаю, как она пробилась. Ну, просто потому, что оратор она... Ну, вы сами видите, какой. С одной стороны, она такой себе оратор. Во-вторых, она, ну, специалист тоже такой себе. По крайней мере, в тот момент, когда она прокачалась, так скажем, продвинулась, но она была обычным бакалавром. Ну, представьте, да, какой-то рандомный бакалавр с факультета биологии занимает одно из ключевых мест в продвижении научпока. Согласен, согласен, Ольга. Лучше наилабрю решение читать, согласен, абсолютно. Но при этом я замечу, это действительно очень странно. Она ужасный оратор. Когда она прославилась, она была далеко не самым лучшим и далеко не самым знаковым специалистом хоть в чем-нибудь. Просто обычная девка с биологического. Вберете любую рандомную бабу с биологического, да еще и с дефектами речи, такими вот. И вот вам новая звезда получается. Это действительно странно. Ну, я на самом деле вполне такой вот сторонник того, что у нас есть некая специализация. По крайней мере, когда мы говорим про стриминг или любую публичную деятельность, как минимум, ну, неплохо, если бы было понятно, что ты говоришь. Понимаете? Ну, 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 так неплохо. Не обязательно, что вы вообще должны быть некортавыми. Ну, хотя бы понятно, хотя бы четко, хотя бы стройно. Вот. Было бы неплохо еще и соответствовать некоторым таким критериям. Ну, то есть, вы публичная личность, вам нужна публичность, вам нужна там харизматичность. Я, к сожалению, Васе, я и харизмы не вижу. Я и не вижу у нее речевых каких-то навыков хороших. Ничего, короче, ничего. Я не вижу, как из-за нее цепляются, как за оратора, как за человека, за которым можно пойти, в принципе. То есть, даже за Дробышевским, хотя у него тоже проблемы с речью небольшие, но они небольшие, и он относительно харизматичный человек. То же самое и с Панчином, но у него тоже с речью проблемы, но он хотя бы, хоть в каком-то смысле, тоже харизматичный человек. Вот Асю я вообще не представляю, как за ней кто-то может идти. Шестого некие числа. Люди прокрастинируют перед задачами, которые либо скучны... Ну, типа, да, симпы, не бодлогоб, только если так, но это совсем низкие какие-то порывы. Ну, она не красавица, с другой стороны. Она ничего, но не красавица. Подачи из серии просто взять и сделать, цифры, сортировать в таблице. Вроде бы и понятно как, но при этом все равно ужасно скучно. Хаустова я мало смотрел. Я читал его лекции, некоторые лекции читал, вступительные статьи некоторые читал. Я ничего плохого про Хаустова сказать не могу. Все, что я видел от Хаустова, все хорошо, достаточно, приемлемо. Ну, читать фейс-бучин гораздо интереснее, вообще все что угодно гораздо интереснее. Люди прокрастинируют, когда задачи, которые они делают, как-то плохо согласуются с их глобальными жизненными целями и ценностями. Ну, Маменко и Дроботенко нормальные, они оба харизматичные достаточно, Настюшенька. Они не понимают, как эта задача соотносится с их принципиальным дальнейшим профессиональным развитием. Я никогда в жизни не прокрастинировала так сильно, как когда я писала диплом для Пресельского университета, потому что из-за пандемии мое обучение в Пресельском университете разрушилось, и вместо лабораторного диплома у меня был диплом по биоинформатике. Биоинформатика, это, конечно, хорошо, но она не имеет никакого отношения к моим профессиональным задачам. Ну, она мне не очень нравится, честно говоря. Ну, то есть сейчас вот еще вот на этом видео она вообще какая-то немножко разнесло, она немножко видна, может, ее снимают неправильно. Здесь она даже не очень симпатичная, она совсем не симпатичная здесь. Если издалека, иногда можно было бы так сказать, а, милая кортавая девочка, но, Анна, здесь какая-то бабуля, короче, в бабушкином платье, и плечи как у Орнгутанга, короче, такое. И, в общем-то, я писала этот диплом просто потому, что иначе я бы взлетела на деньги. Костинация бывает неправильно. Ну да, Ольга, ну, я согласен, что она как специалист не звучит громко обычно, ну, хотя в данных темах я и не спец, поэтому я не буду ничего говорить по данной теме, но все-таки, да. ...масштабов тогда, когда вы вообще не понимаете, зачем вам это делать, для чего вам вот это вот, известно, скажем, что студенты прокрастинируют существенно больше. Ну, как бы вам сказать, она, понимаете, это скороспелая звезда, которая как бы выросла из ничего на очень низком уровне, и ей ее слава досталась просто так условно. Она написала какую-то книжку, и это какая-то книжка, ну, вот просто так взлетела. То есть, понимаете, скороспелая слава, она приводит к тому, что, ну, вот... Ну, ну, а что вы с нее требовать будете? У нас есть такие же скороспелые известные поэтишки, типа там, я не знаю, Стефания Даниловой. Человек рифмует на однокоренные, чтобы вы понимали. Понимаете, в чем дело, Ольга? Человек рифмует, например, на однокоренные, но вот из-за того, что она прославилась в свое время, ну, вот с ней многие считаются. То есть, она нарушает самые грубые правила в стихосложении, ну, как в стихосложении, во многих стихах. Она даже сама знает, что на однокоренные рифмовать плохо, но она не может отличить однокоренные от других рифм, и поэтому рифмует. И это очень смешно, на самом деле, смотреть, как Стефания Данилова рифмует на однокоренные рифмы, ну, например. И скороспелый такой успех, он вам практически гарантирует, что у вас будет очень низкокачественный юнит, так скажем, в вашем войске поэтов, сиентистов, ученых. И он вряд ли когда-либо исправится. Но слава у него, скорее всего, останется. Вряд ли он сможет испортить свое положение, потому что за него будет огромное количество людей, которые уже его избрали, его читали. Они говорят, о, Ася Казанцева, великая, хорошая, замечательная. И этот скороспелый успех, он такой себе. Очень высокослые люди, по данным анонимных опросов, студенты когда-нибудь что-нибудь совсем продалбывали до плохого неприемлемого результата. 80% студентов... Не, просто скороспелый успех, он как бы, понимаете, Никита, он останавливается, заставляет. То есть, в принципе, в принципе, в принципе, если бы меня начали, возможно, вот хвалить за те стихи, которые я писал в 17 лет, вполне возможно, я бы не стал тем поэтом, каким я стал сейчас, например. Вот, я бы давно остановился на месте и такой, продолжал бы творить, что от меня просили и хотели, а тогда я писал, ну, на мой взгляд, плохо. Я более-менее неплохие стихи начал после 19 лет выдавать. Ну, вот как-то так, понимаете, в чем дело? У студентов говорят, что у них был такой опыт вот в течение студенчества, а среди скослов только 20% признаются, что у них был подобный опыт в ходе работы. Это может быть связано и с тем, что... Ну, с другой стороны, не совсем честно было бы, знаете, если вдруг неожиданно человек, у которого был скороспелый успех, неожиданно достиг хорошего уровня. То есть он получил всю свою славу тогда, когда он был очень плох, прям нереально плох, но его все равно почему-то оценили и возвысили. Но потом, потом, неожиданно, да, он все-таки догнался до нормального, такого среднего или хорошего уровня, и все-таки, ну, вы посмотрите, какой шедевральный персонаж. Представьте, если бы Оксимирон выпустил бы альбом сейчас свой, новый, и этот альбом был бы хорошим, представьте, да? Представьте себе такую нереальную ситуацию. Вот. Это было бы не очень справедливо. Вот у нас есть человек, который хуйню делал на протяжении всей своей жизни, и вдруг в конце он выпустил хороший альбом, и все такие, ну, блядь, так и знали, что это талантливый автор. Вот. Человек взрослеет, но, с другой стороны, это может быть связано еще и с тем, что образование люди в меньшей степени выбирают и в меньшей степени контролируют, чем работу. Чаще всего прокрастинация тяжела там, где вы испытываете отрицательные эмоции по поводу вашей задачи. То есть она вызывает у вас скуку, она вызывает у вас тревогу, она вызывает у вас неуверенность, она вызывает у вас сопротивление, и вам сложно преодолеть вот этот вот блок из-за негативных эмоций, из-за этого вы начинаете заниматься чем-нибудь другим. Возможно, более широкая проблема, когда... Ну, притом я замечу, что Ася, она тянется, она постепенно тянется, она получает более высокое образование, и, соответственно, она все сильнее и сильнее становится, несмотря на то, что, ну да, вот сейчас, может, в психологию немножко лезет, может, не надо было бы этого делать. Ну, неважно. Все равно она тянется, приветствую, Владимир, есть варианты, есть люди куда с худшими навыками и данными, ну, например, тот же Панчин, блин, опять же, знаменитый, Дробышевский, оба, несмотря на то, что они специалисты в своих областях, они лезут в чужие области, и что самое плохое, они за много лет, уже 10, уже более 10 лет они занимаются этим, они ничуть не изменились в своих позициях. То есть вот вы спорите с верующими, верующими, и эти верующие выдают вам очень похожие теки, которые, ну, блядь, за 10 лет можно и услышать, наконец-то, и ответить. Изменить стратегию ответа. Вот взять и переиграть, наконец-то, верующего, который к тебе какой-то там парадокс выкидывает. Ну, Настюш, мы не про гигиарность. Реакция у вас связана не столько с задачей, сколько с самим собой. Вы испытываете тревожность по поводу себя самого, по поводу этого, достаточно ли вы хороши, вы чувствуете низкую самооценку, и поэтому вам ужасно... Блядь, за низкую самооценку, это хуйня. Я, например, вообще про самооценку никак не думаю, никогда. Я себя никак не оцениваю, по большей части, я просто делаю то, что делаю. И все. И нормально. И поехали. Большую часть жизни я не выдаю никаких оценок самому себе. То есть я делаю, мне нравится, ну, нравится, молодец. Не нравится, не молодец. Надо переделывать, надо делать что-то другое, надо делать по-другому. А еще и думать о том, блядь, какая у меня самооценка, может, я-то хуйню какую-то там сделал, блядь. Может, я всю жизнь делаю хуйню, может, моя жизнь хуйня, и я хуйня, и все вокруг меня хуйня, а? Нет, у меня такое вообще не свойственно. То есть в мире огромное количество вещей, о которых можно подумать и которые можно сделать. И помимо того, чтобы думать о самом себе, там, какой я там плохой, какая у меня самооценка низкая, высокая. То есть думать о себе, это по большей части означает, ну, я не знаю, ни о чем не думать. Сложно сосредоточиться на деле. И, в общем и целом, если посмотреть на результаты опросников, оценивающих склонность человека... Почему я понимаю, что многим людям это свойственно, то есть к кассе сейчас претензий нет. Просто многим людям это свойственно, я считаю, что это лишнее. Люди, как бы, боритесь с этим, перерастайте это, это тратит ваше время и убирает множество позитивных вещей. Прокрастинации. То там можно заметить корреляцию со многими другими негативными и неблагоприятными чертами личности. Такими, как, скажем, высокий уровень нефротизма, то есть плохого эмоционального контроля действительно. Люди, которые склонны к прокрастинации, очень склонны к разным всяким автоматическим мыслям. Я недостаточно... Понимаете, в чем дело трактира? Вот то, что называют у меня высокой большой самооценкой, это на самом деле... Люди называют это отсутствие попытки оценить самого себя. Понимаете, мне плевать. Мне, в принципе, просто похуй. Кто обо мне что думает? И я о себе мало думаю ввиду этого. Понимаете, в чем дело, Никит? Понимаете, в чем проблема? Но люди видят это и думают, блядь, какая же высокомерная сука сидит. Пиздец. У-у-у, блядь. Стихи свои, сука, пишет. Блядь, ненавижу его нахуй. Ненавижу, блядь, сука. Философия нахуй. Ну так, приблизительно люди на меня реагируют. Не знаю почему. Хотя мне просто плевать. По большей части. Пошел. У меня недостаточно много экспетенций. Люди будут надо мной смеяться. Вот это все в голове крутится. Вы, может быть, даже не замечаете, что оно крутится именно в таких формулировках. Что себе позволяет этот ниджер, короче? Ну вы помните, да? Что этот ниджер себе позволяет? Сделал шадость сердцу шадость, да. Но вы чувствуете тревогу по поводу той задачи, которую предстоит делать, и по поводу себя, которому предстоит эту задачу делать. И вам сложно за нее взяться. То есть во многих ситуациях... Да, забыл принять ты на ТН, да. Действительно прокрастинация связана именно со страхом и прочими негативными эмоциями, со страхом поражения, со страхом того, что вы не справитесь с задачей, и все поймут, что вы ничего из себя не представляете и ничтожество. А пока вы за задачу не взялись, то получается такая задача Шреддингера. То ли вы ее провалите, то ли вы ее не провалите. Но, например, могут быть и наоборот причины, связанные со страхом успеха. Вы опасаетесь, что если у вас получится совершить этот рабочий проект успешно, то, например, на вас навалят еще больше рабочих проектов. Это не оценки, Никита, это факт. Дадут вам еще больше ответственности, и вам придется работать еще больше. И вы, какая-то часть вашей личности думает, а вот может быть я лучше сейчас провалю, они поймут, что я бестолковый, и благодаря этому не будут от меня ничего больше требовать. Вот я, например, сейчас плохо дам интерфью РПК, и все у меня дальше будет хорошо, потому что... Маркс и Энгельс много переработали. Но они довольно интересны. Именно с точки зрения такой продуктивности, как именно произведение продукта. А так, в среднем они эклектики хорошие. Хорошие эклектические философы, да нет, нормальные. Потому что вы меня больше не позовете, и мне больше не придется сидеть перед камерой и делать вид, что я умненькая, отчего вообще-то очень тревожно. Ну и, соответственно, когда мы рассматриваем всякие варианты борьбы с прокрастинацией, здесь нужно понять, какие есть корни проблемы, что вызывает у нас больше отвращения. И прочих негативных эмоций, собственно, сама задача, или мы как человек, который ее делает. Может быть, если вы страдаете от какой-то невероятной прокрастинации, которая непреодолима, которая разрушает вашу жизнь, то, возможно, вы просто, в принципе, делаете не то. Ну а как определить? Возможно, вы, в принципе, учитесь не в том университете, работаете не на той работе, и, может быть, вам, правда, нужно все это бросить к черту, если оно вызывает у вас такое постоянное, непреодолимое... Может быть, человеку вообще ничего не подойдет, и нет такой работы, которая устроит ему хорошую, интересную, замечательную жизнь. Более того, ну, просто давайте заметим, что существуют объективные реалии, так скажем, да, объективные, социальные, насколько они объективны. Вы можете просто уволиться с той работы, которую вы имеете, а лучше у вас и не будет потом. Ой, может быть, вам лучше уволиться с работы? Нет, а может быть, лучше подумать сначала, а какие у нас альтернативы? Может, сначала лучше попробовать найти более подходящую работу, и потом только увольняться. Ну, Ленин пониже, Данис, Ленин еще пониже будет. Ленин сопротивление. Ну и, соответственно, приема. Да, 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 Данис, правильно, правильно, частный аспект разрабатывал. Вы, они будут разные в зависимости от того, проблема в задаче, или проблема в вас самого. Нет, просто совет, на самом деле, очень смелый был сейчас представлен. Может быть, вы занимаетесь не тем. Может быть, да, только проблема заключается в том, что я могу больше ничем и не заниматься в жизни. Может, я в следующей работе еще хуже будет. Приветствую, Жастюра, приветствую, рад видеть. Может быть, дальше будет еще хуже. Ну, смотрите, вот вы работаете каким-нибудь там программистом, и это единственная ваша специальность. Вы берете, уходите со специальности программиста, и все, вы идете потом уборщиком, я не знаю, бомжом каким-нибудь, толчки мыть там или, там, не знаю, в Макдональдс работать. Офигенно. Небедлогоп пишет, я всегда увольнялся в никуда, если искал работу, находился спустя несколько месяцев. А тут у кого какая жизненная ситуация? Кто-то может себе позволить так делать, кто-то не может. Приветствую, слепой крот, рад тоже вас видеть. Понимаете, да, Небедлогоп? То есть, если у вас есть место, куда вернуться, и у вас есть какие-то средства, ну, например, вот дедушку, допустим, да, то, соответственно, ну, вы можете выживать хотя бы некоторое время, и потом возвращаться на работу, и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые люди не могут себе такого позволить, и поэтому они как только уволились, они желательно почти сразу должны тоже еще раз устроиться, ибо, ну, вот, что дальше делать? Деньги надо зарабатывать, квартиру надо снимать в Питере, или в Москве, или где вы там живете, а их нет. Ну, вы либо идете нахуй, короче, либо зарабатываете деньги любым способом. Жизнь вас поставила перед таким выбором, и вы ничего делать с этим не можете уже. Потому что, например, если проблема в задаче, то все... Ну, большинство людей не могут себе позволить и такого. Вы сами понимаете, не бытлагоп, что зарплаты в 20 тысяч в месяц в Питере накопить, деньги такое. Да, Джаст Юра, одна минута все так же 10 рублей, но у нас аукцион сейчас начинается, уже вот буквально вот сейчас. Завтра, может, закажете, и мы посмотрим, что закажете. А может быть, после аукциона, если там будет поздно разбить большую задачу на какие-нибудь маленькие крохотные подзадачи, потому что это снижает масштабы тревожности. То есть вы не ставите себе задачу понять всю высшую математику, а вы для начала ставите себе задачу купить тетрадочку красивую и ручки, и написать там заголовок высшим тематиком. Потом вы ставите себе задачу прочитать первый адзат в учебнике и понять, что там написано. Вот когда вы разбиваете на такие маленькие задачи, это может как бы обмануть мозг, убрать вот эту вот огромную тревожность от того, что задача велика и неподъемна. По тому же принципу работают стратегии тайм-менеджмента, типа метода помидора, когда вы не ставите себе задачу достичь результата, а вы ставите себе задачу поработать 15 минут. Поработать 15 минут – это просто менее пугающая задача. Ну и кроме того, в прокрастинации всегда самая главная проблема – это вработаться, это начать что-нибудь делать, и такие вот обманки, типа открыть тетрадку, нарисовать поля красивые, или, например, поработать 15 минут, как попало, без попыток достичь результата. И есть надежда, что когда первоначальное сопротивление будет преодолено, дальше будет уже как-то легче. Когда-то я училась в магистратуре по когнитивным наукам в высшей школе экономики в Москве, и это был очень приятный, обогащающий опыт, потому что эту магистратуру делали не эрибиологи, а психологи. И поэтому весь учебный процесс был организован таким образом, чтобы максимально помочь детям, ну как детям, таким, как мы, уже как-нибудь справиться с учебными проблемами, и в том числе преодолевать прокрастинацию. Например, они избегали больших, страшных неподъемных заданий, любой учебный курс был разбит на много-много-много маленьких тестов, и, как правило, тесты были еженедельными, и это вызывает гораздо меньше сопротивления, потому что повторить материал одной лекции гораздо менее страшно. И одновременно это способствует более хорошему запоминанию информации, потому что информация усваивается лучше, когда она учится маленькими порциями, потому что достаточно времени на рост синапсов. А еще, что интересно, в вышке всегда дедлайны были по вечерам. Вот я потом училась в Фринске, и там дедлайны обычно были по утрам, например, в 12 часов дня. И если у вас дедлайн в полдень, то это означает, что вы страдаете всю ночь, и всю ночь дописываете этот диплом для того, чтобы успеть его дописать к 12 часов дня. Может быть, такой слепой крот. Просто она говорит про увеличение вероятностей, так что может быть и сработает. Шанс на срабатывание есть. ...к своим студентам гораздо гуманнее, чем к листам. Она всегда ставила дедлайны на полночь. Если вы ставите дедлайн на полночь... Друзья, можете заказывать в аукцион сейчас что-нибудь. Он типа как будто бы начался. Мы досматриваем видосик и сразу же аукционим. Ну как бы начинаем таймер. То вы вынуждены закончить до полуночи, и в полночь вам делать уже нечего, и вы уже идете и ложитесь спать. Нейробиология говорит нам, что сон это очень важно. Ну да. И главная проблема с прокрастинацией в том, что... Кто бы, блядь, мог подумать? Ученые открыли то, что и так было понятно всем нормальным людям. Для нее люди в конечном итоге жертвуют сном. В этом смысле надо так не делать. Ставьте своим студентам, пожалуйста, дедлайны на полночь, а не на полдень. Это повысит вероятность того, что они будут спать. Помогают людям, кроме того, внешние рамки, то, что называется метод одиссея или улиса. То есть, когда вы привязываете себя к мачте, и у вас нет выхода, вы не можете поплыть туда, куда вам хочется плыть. Можно, например, работать на ноутбуке, с которой удалены все соцсети, разлагинины все соцсети. Можно ходить учиться в библиотеку. Можно использовать социальное давление. То есть, например, договориться с вашим возлюбленным или с вашей бабушкой или с вашим начальником, что вы устанавливаете себе на компьютер программу, которая в рандомные моменты времени отправляет им скриншоты. И таким образом, ваша бабушка, ваш начальник или ваш возлюбленный будут видеть, что вы постоянно читаете фейсбучек. Вместо того, чтобы работать, и ваша репутация упадет в их глазах. А мы люди чувствительны к репутации довольно сильно. Мы готовы на многое, а даже на преодоление прокрастинации ради того, чтобы важные для нас люди думали о нас хорошо. Поскольку прокрастинация часто связана, скажем, со страхом неудачи и с непониманием там похуй на людей, как делать это дело, иногда имеет смысл подмена целей. То есть, например, вы пишете диплом сегодня в течение всего дня не потому, что вам нужно написать диплом, а потому, что в 8 вечера вы пойдете на вечеринку, и на этой вечеринке будет мальчик или девочка, который вам интересен, и он спросит вас, что вы делали сегодня в течение дня, и вам будет стыдно ему ответить, что вы взрывали овощи в телефоне, а вы за то ответите, а я вот, поскольку пишу диплом, то я прочитала такую-такую интересную статью, вычитала там про такие прикольные-прикольные эксперименты. И этот человек подумает, ух ты, ничего себе, то есть подмените большую... Ты ничего себе ебанутое, пойду-ка я в другое место. Страшная цель на какую-нибудь локальную и при этом приятную цель. Ебаная саентистка, пойду-ка я куда-нибудь пока, короче. Быть наоборот, может быть, вам нужно маленькую рабочую задачу подменить у себя в голове... Пленцу надо. ...какую-нибудь большую глобальную задачу, то есть, допустим, вы пишете диплом не потому, что вам нужно написать диплом, а потому что вы хотите стать богатым и процветающим, поскольку все в нашей жизни это борьба эмоций, полезно ставить себе на службу какие-нибудь более большие, более глобальные эмоции. Против страха плохо написать диплом, противопоставлять ему страх умереть без забора от голода, если у вас не будет диплома, который перевешивает и заставляет вас писать диплом. Если не получается испытывать радость от того, что диплом интересный сам по себе, думать про влюбленность, вообще очень здорово все делать на влюбленностях, рассказывать себе истории о том, что когда у вас будет этот прекрасный диплом, то вы станете более уверены в себе и будете производить таким образом больше впечатления на вот этого прекрасного мальчика. В общем и целом это может сработать. То есть нужно как-нибудь себя обманывать, нужно как-нибудь научаться понимать, что вызывает страх от революции, выжить не сопротивление, и потом предлагать какие-то альтернативные трактовки того, как воспринимать эту ситуацию. Это то, что называется когнитивный рефрейминг. Вы не можете изменить саму ситуацию, но вы можете изменить отношение к ней, про это даже есть исследование, про то, что лучше учатся те студенты. Ценады. Нет, ничего бы не выбрал. Которые осведомлены о том, что учеба развивает мозг, причем в том числе буквально физически выращивает новые синапсы, что учеба подобна тренировкам в спортзале, только не для мышц, а для мозга. не на сколько, не на сколько. Ваше поступление в то же самое СПБГУ будет зависеть прежде всего от экзаменов. И, скорее всего, вы посмотрите, какие правила сейчас, там, скорее всего, нужно портфолио. Если вы уже учились на философском, наверное, возможно, у вас будут дополнительные баллы за это. Потому что им, видимо, проще преодолевать даже самые скучные предметы, даже самые скучные задания от того, что хотя они бессмысленны сами по себе, но зато они способствуют развитию мозга, которая, в свою очередь, пригодится для чего-нибудь другого. Люди, скажем, преодолевают прокрастинацию совместно. Гораздо менее обидно работать, когда ты не один работаешь, а когда ты работаешь вместе с другими людьми. В этом смысле, конечно, из-за пандемии нам всем стало тяжелее, потому что мы неожиданно начали работать дома, работать дома многим людям тяжелее, сложнее сосредоточиться. Наоборот, проще мне. Ну ладно. Опять же, мы к этому привыкаем. То есть мы сильно страдали в 2020 году, а сейчас мы как-то в среднем уже страдаем меньше, потому что адаптировались к новой норме и к этой новой норме тоже смогли придумать какие-нибудь новые инструменты контроля и усиление эффективности. Существуют два способа откладывания задач. Я думаю, есть. Крастинация и безделье. Прокрастинация это когда вы пытаетесь заставить себя это делать, в итоге занимаетесь какой-то фигней и страдаете. Это плохо, пользы от прокрастинации мало. Гораздо лучше, если вы поняли, что вы прокрастинируете, начать бездельничать. Есть много экспериментальных данных, которые показывают, что безделье полезно и для повышения креативности, и для улучшения... Я стример полностью. Овертайм стример, короче. Я никем не работаю, я стримлю. Если вы учились не на философском, возможно, в портфолио это минус несколько баллов, там 10 может быть. Так что, в целом, не огорчайтесь, шансы все равно есть, но есть над чем подумать одновременно тоже. То есть, смотрите, какие правила сейчас при поступлении. «Нет, не у меня надо спрашивать, я не знаю, я поступал много лет назад». Есть, например, эксперименты, в которых людям нужно написать бизнес-план. Круто я, если так, вообще кайф. Для другого воображаемого студента. И когда их готовят к тому, чтобы написать этот бизнес-план для воображаемого студента, студент выиграл грант, получил 10 тысяч долларов, а задача испытулого придумать для него какой-нибудь бизнес, знаете, 10 тысяч долларов. И как бы, когда человек ознакомит с этим воображаемым студентом, ему показывают набор видеороликов, которые нравятся вот этому воображаемому студенту, с тем, чтобы составить представление о его личности. Испытуемым можно дать 8 роликов, можно дать 4 видеоролика, можно дать 1 видеоролик. Они, как правило, все эти видеоролики смотрят, несмотря на то, что общее время на выполнение задания ограничено. Блять, представляете, ребята, ваши видеоролики при той же ситуации покажут, а там стримы Александра Шадова. И выясняется, что если они посмотрели один видеоролик, а дальше им делать нечего, кроме как делать задания, и они это задание делают в лоб, и они делают его хорошо, подробно расписывают, потому что у них осталось много времени, то получается скучновато. С другой стороны, если они перед тем, как делать задание, посмотрели 8 видеороликов, и за это время закончилось, времени не осталось, нужно за последние 10 минут быстро-быстро что-нибудь накатать, тогда они тоже придумывают скучные идеи, потому что у них просто уже не осталось времени на то, чтобы придумать нескучные. А вот если они посмотрели 4 видеоролика, и у них осталось еще примерно половина времени отведенного на выполнение задания, то выясняется, что в этой ситуации они придумывают идеи... Как вы оценили, скучные и нескучные? Более творческие и более креативные. Как это оценено было? ...все того, что с одной стороны у них было время на то, чтобы побездельничать, и, вероятно, в это время в голове происходила какая-то подспутная обработка информации, а может быть и сами ролики, которые они смотрели, навели их на какие-нибудь дополнительные идеи по причудливым ассоциативным контурам. Но с другой стороны, у них еще осталось достаточно времени, креативность оказывается выше, необычность идей оказывается выше у тех людей, которые немножко бы прокрастинировали, которые примерно половина времени. Нет, а если бы она рассказала, что за креативность, как они ее оценивали, было бы интересно. Отведенного на задание занимать? Я не знаю, Яня. ...всякой фигней, а потом вторую половину. Я понимаю, это все надо, мне интересно, как они это оценивали в числовых характеристиках. Ну, если же это ученые, они, наверное, в числовых характеристиках оценивали, мне интересно, я бы хотел узнать. Времени это задание делали. Если вы сталкиваетесь с какой-то задачей, требующей именно нового подхода, реорганизации той информации, которая у вас есть в выработке новой структуры, то хорошая эффективная стратегия — это сначала загрузить в голову ту информацию, которая вам может понадобиться, а потом на некоторое время от этой задачи отступиться, дать ей возможность некоторое время подвориться в голове, а потом уже к этой задаче вернуться, и тогда, скорее всего, вы справитесь с ней легче, эффективнее, чем в том случае, если бы вы пытались сразу взять ее в лоб. Другой вопрос, что лучше делать паузы целенаправленно и лучше их занимать именно блужданием, прогулками в парке или чем-нибудь таким, а не занимать их туплением в фейсбучек. Тупление в фейсбучек будет отвлекать вас от того, чтобы происходила подспудная обработка информации. То есть, если вы понимаете, что вы увязли, если вы понимаете, что вы прокрастинируете, если вы понимаете, что делаете не то, то лучше всего перестать мучительно пытаться заставить себя работать и сознательно, целенаправленно пойти погулять, потому что в этой ситуации вы перестаете себя грызть, вы запланировали себе вот эту паузу. Это сложнее, Адам, много слов с буквой Р. И мозг ваш продолжает подспудно обрабатывать ту информацию, которую вы должны будете использовать для решения задачи, и вот такое вот расслабленное, целенаправленное постелье повышает шансы на то, что вам придет в голову какая-то хорошая идея, и вам искренне захочется ее перепроверить, вам искренне захочется вернуться за рабочий стол и что-нибудь там сделать. То есть, самый хороший спонт. Если запрет на просмотр в аукционе, на аукционе запрещается разного рода порнографический контент, ну, хентай тоже крайне нежелательно, и запрещается разного рода расчлененка, особенно, если это расчлененка реальных живых людей, то есть, и животных в том числе. Если есть фильм, например, в котором реально расчленяли или убивали какое-то животное, вообще, точно запрещается. Да, у меня довольно тяжелый, с тяжелых дней зима началась, довольно прохладно, я буду довольно плохо себя вести, так, да. Способ контролировать прокрастинацию, это иметь к себе какое-нибудь сочувствие, поменьше себя грызть, понимать, что вы не можете работать все время, и понимать, что вам нужно иногда целенаправленно делать паузы для обработки той информации, которую вам предстоит использовать, и если уж у вас не получается работать, то возможности пытаться перестать себя заставлять, сделать паузу, пожаловаться друзьям на жизнь, получить какую-нибудь эмоциональную поддержку, и потом уговорить себя вернуться, когда времени уже осталось меньше, и вы уже смирились с тем, что делать это все равно придется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok